всем приветик сейчас я вам покажу покупочки которые мы с димасиком совершили у нас торговом центре атмосфера так как холодильник пустой пошли прикупить чего-нибудь и вот покупали короче диманька мне вот притащил вот такой вот сухой завтрак я ему говорю иди хлопушки выбери он такую принес вместо хлопушков подушечки сейчас я вам скажу по ценам так сухой завтрак стоит 168 рублей также купили опять профиль тролли со сливочным кремом прошлый раз диме так понравилось что он у меня их все схомячил вот ну так как он пришел ко мне с ночевой с чайком самый тон профиль тролли стоит 127 рублей так дальше у нас лего журнальчик лего ты не забирал его сынок ты забрал же его сыночка вон принеси я покажу притащил мне бросил журнальчик лего я только на кассе узнал сколько стоит этот журнальчик лего ну думаю ладно любимому внуку пойдем на уступки 331 ромбль за этот журнал отдалим он сегодня пятерку четверку принес ладно бабуля купила может забирать свой журнальчик также таскал мне тут вредности вот такие вот это чипсы 50 рублей дальше что купила купила я творог мужские просторы 9 процентный творожок у нас стоит 97 рублей дальше идет сыр мне так легче искать показывать я так думаю что мне легче вот сыр нашла сыр вот такой вот сырок называется фри буржуа сумма сойти так цена за килограмм пятьсот девяносто семь рублей но здесь 352 грамма 210 он такой жесткий я люблю сыр жесткий такую фирму я не покупала но из того что нам представлено вот выбрала этот колбаска вела докторскую козелки хотела сделать зимний салатик вот такая вот колбаска докторская фирма козелки 191 рубль стоит а вообще цена ее за килограмм триста восемьдесят семь рублей так дальше первый раз пошли мы с ним конфетки покупать первый раз я увидела девчонки вот такие вот конфеты сейчас покажу кутюрье называется сказали что с паралиновой начинкой но разные начинки такие вот типа паралиновой так за маникюр сразу прошу прощения только сегодня лак стерла уже весь ободрался жду 17 марта когда у меня ноготочки будут красивые так вот такие разные вот они я первый раз даже не спросила что за фирма такая может сейчас мы здесь прочитаем так выглядит он я уже это подковырнула ногтями шоколад так так конфеты гламур шоколадной глазури с добавлением орехов нижний новгород нижний новгород знать не знала попробуем так цена этих конфеток 422 рубля за килограмм здесь на 130 рублей что-то мне уже не нравится как шоколад пахнет уже развернулась вот конфеты и такое ощущение вот неблагородным шоколадом пахнет а вот как это плитка сливочная раньше запах был может быть я ошибаюсь так дальше у нас идет масло в этот раз оказывается у меня запасы масла закончились масло купила сразу много вот купила для перетопки буду топить топленое масло на меня очень выручает хочу сказать очень выручает так 248 рублей вот этот вот брикетик масло это курская по моему если мне память не изменяет курска да и купила две упаковочки такого пестравка 82 и 5 и такое же вот курская тоже взяла для еды тоже 82 и 5 так масло пестравка 115 а это 68 вот эти разница какая тоже по 180 грамм что вот это что вот это 180 грамм и оба масла 82 и 5 жирности и такая цена почти две цены вот пестравской 115 стоит такое масло и традиционная 68 разница конечно ощутимая очень даже так что дальше у нас идет вот такой бекончик дымов сыр копченый венгерский выручает иногда вот с яичком на завтрак пожарить я люблю такой бекончик стоит он 195 рублей купила вот такое масло долголетие называется это масло здесь смесь растительных нерафинированных масел с прополисом из семян расторопшей на тыквы экстратом прополиса стопроцентный натуральный продукт первый холодный отжим так изготовитель кто у нас тут изготовитель 30 декабря изготовили произведено в самарской области кенельский район село богдановка почти прям родное даже так в селе производит такие масла у нас высший сорт добавлять можно и можно самостоятельно употреблять по чайной ложке по моему я читала да где-то употреблять по чайной ложке три раза в день или для заправки салатов в смеси с другими растительными маслами вот я сказала вам да стоит 167 рублей так дальше у нас идет горошек банди иль для салата к тоже взяла горошек стоит 84 рубля так широку всем коробки мороженком мороженое вот это с белым наполнением так мороженое 46 рублей так икра сельди я ее частенько вам показывал своих видео беру вот икра сельди 101 рубль так вот такую пасту я распробовала когда жила в самаре дима больница лежал у танюшки вкусного так на хлебушек на черное прям вкуснотища стоит такая паста 95 рублей дальше идет у нас майонез махеев провансали здесь маленькая пачечка 200 грамм 27 рублей так что тут у меня еще какой-то такой молочный коктейль смешарики это коктейль стоит 35 рублей так купила я филе индейки маленький кусочек такой вот такой кусочек малюсенький насколько он тут 500 грамм у кило стоит индейка у нас 355 рублей вот этот кусочек на 203 рубля так зелень купила думаю салатик буду делать тут лучок укроп и петрушка но здесь разные конечно цены так петрушка 16 80 лучок 29 95 и укроп 18 рублей так лук-порей сынок не говорит зачем его покупаешь так с лук-порей 76 рублей так яйца 10 штук яички вот такие вот у нас люблинская омская область люблинский район вот эти яйца у нас 58 рублей так ли уж купил бородинский маленький такой черный 23 рубля вот такие были покупки я говорю каждый раз магазин чтобы сходить все дороже и дороже ну вот журнал 300 рублей да дорого дальше у меня вот такие покупки дорогие какие-то вот сыр колбаска к 200 рублям подходит потом масло сливочные 250 тут вот сливочные 150 бекон масло долголетия все за 100 ну ты так вот и накапливается все раньше как-то все равно не так было а сейчас все дороже и дороже ну не знаю мне кажется все бы баловство конечно что чипсы можно было не брать то что вот самый дорогой ну как без этого ман без масла как без колбаски ладно это меня все мысли вслух все на так сейчас живут хочется глазами все купить прям так становится грустно от того что в скором будущем будет жить на одну пенсию меня иванович уволится с работой будем мы наверное ну не знаю будем ли мы экономите на едини когда мы всю жизнь не экономили на еде всегда покупали что хотели поэтому даже не знаю что и сказать как будем дальше жить время покажет на этом я с вами прощаюсь всем пока пока давайте посмотрим про эти конфетки которые я купила сегодня я одно уже скушала а то я сказала в предыдущем видео что мне не понравился запах ничего подобного девчонки вкусняшки то я съела была начинка с орехами а вот это наверное просто жиденькая такая начиночка мне сказали что с разными начинками так вот зеленые есть есть вот такая вот такая вот такая жидкая начиночка как параллельная это посветлее начинка чуть посветлее я думала совсем будет как молочная такая вот сейчас другого цвета посмотрим там орешки видны я думаю будет посветлее начинка ну вот три цвета три начинки при таком свете нам не передается конфеты вкусные рекомендую называется кутюрье